Идут финальные титры, и небо сама рассвещается сотнями огней. Так зрители фестиваля уличного кино голосуют за понравившуюся картину. В этом году у лент нет общей темы. Режиссеры свободны в выборе. Но случайно ли нет, большинство фильмов посвящено сложным проблемам простых людей. Например, короткометражная драма с Алексеем Серебряковым о молодой девушке, никогда не видевшей своего отца. Я люблю именно смысловое кино. Где меньше всего спецэффектов, где можно переживать, что-то прожить, какие-то чувства ощутить. В принципе, для этого кино и снимается. Чтобы человек думал о разумном, добром... Я люблю ходить в кино с детьми, это отдельное посещение. А чтобы провести время, подумать, поразмыслить, отдохнуть, это я одна люблю. Поэтому сегодня я одна. Потому что детям такое не будет интересно, хоть они у меня уже и подростки, но это как раз последние летние деньки. Я вообще первый раз на этом мероприятии, но если оно интересно, то да. А вообще, да, хотелось бы больше мероприятий, больше интересного. Интересных фильмов эмоциональных, чтобы можно было рассказать потом друзьям. Ну, интересно, они обычно свои эмоции показывают. Фестиваль уличного кино одновременно идет в тысячи городов России. Фильмы посмотрели уже почти полмиллиона зрителей по всей стране. По словам организаторов, это будет самый массовый просмотр кино под открытым небом. Уже второй год мы привозим сюда фестиваль для нашего самарского зрителя, для того, чтобы люди могли посмотреть, как работают ребята, студенческие это работают. Новый у нас в этом году Струповский сад, летний театр. Площадка интересная, своеобразная, конечно. Дело в том, что концепция фестиваля – это прежде всего звездное небо, это открытое пространство, это душевная такая атмосфера, когда приходят, берут с собой коврики, подушечки, ложатся, обнимаются, и мы вместе смотрим кино, радуйся. Нового победителя кинопоказа объявят уже этой осенью путем зрительского голосования по всей стране. Приз – грант на реализацию нового фильма. Принять участие могут не только профи, но и любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт «Фестиваль Уличное кино», заполнить заявку и прислать свою короткометражную историю. Шанс поучаствовать в конкурсе есть до сентября. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События.